Подтягивания на одной руке, сальто назад с турника, стойка на руках на высоте двух метров. Атлеты города показывают свое мастерство на спортивных снарядах. В Шумкенте прошел воркаут-турнир Кубок Дружбы. В спортивных баталиях сошлись воркаутеры. Их цель – показать возможности своего тела. Спортивные баттлы проходят один на один. Воркаутеры соревнуются друг с другом. Для каждого спортсмена это возможность показать себя, но дружбу ребята ставят выше. Поддерживают друг друга на каждом этапе. «Я, конечно, хочу победить в турнире, но прежде всего ставлю дружбу. Например, если у моего оппонента что-то не получится, я поддержу его, подскажу, как сделать все правильно. Но к чемпионату я, конечно, готовился. И все-таки надеюсь выиграть его». Цель воркаут-турнира – возродить интерес молодых людей к дворовому спорту, привить здоровый образ жизни и установить дружеские связи между спортсменами. «Импассабл на Брусье». Сегодняшнее мероприятие называется «Кубок дружбы». И название это было придумано неспроста. Почему? Потому что мы знаем, что среди ребят уличных, среди так называемых районных пацанов есть свои конфликты на улице. Кто-то делит районы, территории, у кого-то есть какие-то свои группировки. И мы решили организовать мероприятие «Кубок дружбы». То есть собрать максимальное количество уличной молодежи, чтобы они между собой именно здесь, на спортивной площадке, показали, кто здесь крутой, кто здесь на что способен, кто здесь самый сильный. Победителем воркаут-турнира среди мужчин и обладателем Кубка дружбы стал Рустем Мельдихан. Среди девушек первое место заняла Евгения Михалева. Хотя, по словам организаторов, все же победила дружба.